Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надёжный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Всем привет, с вами Аурум, и у нас опять четыре легендарных сундука. По-моему, это второй раз или третий раз у меня происходит на канале, но каждый раз я просто восхищаюсь людьми, у которых хватило столько терпения. То есть я, в принципе, ни разу ничего подобного не собирал и уже, скорее всего, точно не соберу. Но, блин, понимаете, по моим самым мелким подсчётам, это где-то 9-12 месяцев, а может и больше. То есть целый год, блядь, нужно собирать вот эти сундуки для того, чтобы похвастаться у меня в видосе. И, ну, я не знаю, это просто пипец. Кроме того, у нас здесь ещё есть легендарный сундук. То есть, по факту, собрано 5 легендарных сундуков. И да, я понимаю, что если бы этот чувак сделал подобную же тему год назад, это было бы намного ценнее. Но, в любом случае, блядь, 4 легендарных сундука. Просто, если вот вы играли в игру Clash Royale, я думаю, вы играли, смотрите этот видос, вы понимаете, что собрать 4 легендарных сундука в этой игре, это просто, ну, я не знаю, на уровне фантастики. Поэтому, начинаем открывать. Посмотрим, что у него за акт для начала. Значит, есть у нас... Ой-ой-ой. А, блин, 11. Почему я? Я никогда к этому не привыкну. Всё, никогда. Окей, у него есть... Нет магического лучника. Повезло, пацану. Из всех легендарных карт только нет магического лучника. Это... это офигенно. Так, а, в общем-то, все остальные карты есть. И... да, хотелось бы всё-таки выбить именно магического лучника. Потому как... Ну, когда открываешь кому-то сундуки, хочешь собрать полностью всю коллекцию. Ну, вы знаете. Окей, первый сундук. Пятый. И... Вол! Да простит меня владелец аккаунта, но да, я выбил магического лучника буквально с первого сундука. И это офигенно круто. Ну, действительно. Вот. Я понимаю, что, скорее всего, он не очень рад этому событию. Потому что, ну, магический лучник, такая-ся история. Здесь мы всё собрали. Ещё королевский сундук у нас был. Элитные варвары посыпались пекой. Всадник на кабане. Найс. И теперь уже... А, подожди, что тут ещё? Нет. А, нет, здесь ничего нет. Поэтому следующий легендарный сундучок у нас. Кручу-верчу. Выбить что-нибудь хочу. Мега-рыцарь. Но в данном случае хотелось бы увидеть всё-таки бревнишко. Так как оно единственное из всех легендарок есть в колоде. Так что давай. Ну, нет, ночная ведьма. Ну, что ж ты будешь делать? А жаль, очень жаль. Но окей, двигаемся дальше. Крутим-вертим, крутим-вертим. Давай, братюнь, давай. Покажи класс. Принцесса. Неплохо, но всё-таки давай бревно. Вы знаете, действительно, это очень-очень как-то странно. Когда чувак собирает год эти легендарные сундуки. И я буквально за две минуты беру это всё, расхерячиваю, блядь. Но зато, да, зато это где-то останется на небольшом канале под названием Аурум ТВ. И, возможно, его потомки, да, какой-нибудь внучок его подойдёт, скажет. Дед, блядь, это ты чё, блядь, сундуки четыре открыл, блядь. Ты чё, в рояль играл? Всё, я больше с тобой, блядь, не разговариваю. Вот, кладбище. Ну, если без шуток, чувак красавчик на самом деле собрал, ну, ну, типа, в общем, ещё раз. Я такое сделать не смог. Хотя очень хотел мисклики разные и прочее, прочее, прочее. Уверен, что из вас подобное повторить тоже немногие могли. Поэтому поддержите этот видос лайком, подписывайтесь на канал, ставьте, опять же, блядь, ставьте лайки, да. Пишите комментарии. Всем удачки, ребят. Ну и тип с четырьмя сундуками легендарными. Красава.